Девушки отдыхают Все ли предметы подходят для игр? Я знаю, что для игр подходят детские игрушки Машинки, солдатики, кубики Еще куклы, детская больничка, детская посуда Так, верно И все эти предметы можно назвать одним словом Каким? Игрушки Совершенно верно И вот этими игрушками вы можете смело играть Но у каждого из вас в доме есть предметы, которыми пользуются взрослые И, возможно, вам тоже хочется пользоваться ими Вот, например, у пап точно есть всевозможные инструменты Правда? У моего папы есть молоток и пила И у моего тоже, а еще гвозди Вот, молоток, пила и гвозди Скажите, этими предметами можно играть? Ну, можно, если совсем чуть-чуть А я думаю, что нельзя А почему ты так думаешь, Муран? Потому что молотком можно больно себя стукнуть А вот пилой и гвоздями можно больно порезаться И правда, я об этом не подумал Да, ребята, действительно Такие предметы, как молоток, пила, гвозди Опасны Ими действительно можно пораниться Поэтому лучше этими предметами не играться Дуняша, а так же быть, если у меня папа захочет научить набивать гвозди? Я ведь мальчик Ну, если только под присмотром папы Или кого-нибудь из старших Тогда можно действительно и поучиться А самим, без спросу, такие предметы брать нельзя Вы со мной согласны? Согласны Хорошо А теперь давайте вместе подумаем И скажем Какие еще предметы в доме не могут нам использоваться в игре? Я знаю Называй Это иголка Ей можно больно уколоться Совершенно верно Иглой действительно можно пораниться Поэтому иглу без разрешения тоже лучше не брать Но если мама будет учить вас шить То пользоваться иголочкой можно Правильно, Дуняша? Правильно, Миланочка Под присмотром мамы Можно иглой пользоваться Можно, конечно же, учиться шить Дуняша, я вспомнил еще один предмет, которым нельзя играть Назови его, Женечка Это спички Правильно А почему спичками нельзя играть? Потому что может случиться пожар и сейчас горит Совершенно верно Именно поэтому нельзя играть со спичками Нельзя брать их без спросу А теперь давайте представим Что две девочки решили поиграть в больничку Но для своей игры Они взяли настоящие таблетки и сиропы Скажите, так делать можно или нет? Уверен, что нет Таблетки это очень опасно Если съесть какую-то незнакомую таблеточку Моют завалить животик И даже могут врача вызвать Это действительно так Поэтому самим открывать домашнюю аптечку И доставать оттуда лекарства нельзя Это опасно для здоровья А еще не берите градусник Этого тоже нельзя делать Запомните, ребята Играться можно только теми игрушками Которые не принесут вам вреда Которые безопасны для вашего здоровья Ножи, ножницы, иглы, таблетки, гвозди Все это брать без разрешения взрослых нельзя Это опасно для здоровья Это правило совсем не сложное Но очень важное Старайтесь его всегда выполнять И будете здоровы А сейчас перерыв на мультфильм? Совершенно верно Давайте посмотрим мультфильм Мультфильм! 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 КОНЕЦ 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 А-а-а! Мои пироги! Ты почему же не мяу... не куку... не мяукала? Они от воды заржавели Заржавей! Не женское это дело кукушкой быть Починю и сам куковать буду Один, без помощников КОНЕЦ КОНЕЦ КУ-КУ 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 Хватит, маленький, хватит Ничего, подрастет и научится Это ведь нелегкое дело быть настоящей кукушкой Ох, нелегкая КОНЕЦ Звезды светятся в окне Малыши в своих кроматках Улыбаются во сне Дремлет облака в постели Спят игрушки и цветы Спят игрушки и цветы Белокрылый ангел Белокрылый ангел сон твой охраняет Над тобой кружится и благословляет Прикоснется нежно в небо улетая Сладко спите, дети Баю-баю-баю Сладко спите, дети Баю-баю-баю Баю-баю Баю-баю Субтитры создавал DimaTorzok